Я выназался, но ну-ка я помню, иди сюда! А всё, бензин включился! Господа, порой бывает очень приятно вот вечерком, после работы, после тяжёлого рабочего дня Особенно если ты уже 3 месяца безработный Ну в общем всё равно приятно на эти вечерком сесть, закатнуться вот на такой воде через пробочки И приятно разорвать шаблон парочки сотен человек Дело в том, что агрегат этот, он настоящий, бензиновый Это полноценный мотоцикл, пусть у него всего 50 кубов, но тем не менее они уверенно жарят между зеркалами машин Оставляя неизгладимые борозды как в лакокрасочном покрытии, так и в сознании сограждан Вот есть некоторые лохи, которые тратят на подобную технику сотни тысяч рублей А ведь можно просто отжигать И вот его никто не снимает на видео, а мы собираем толпу Потому что всем интересно, что за аппарат Ну и кто здесь самец, а? Вы знаете, это будет самый пацанский выпуск на моём канале И дело даже не в том, что я так сижу В том, что если я встану, то просто картинка будет смотреться очень угрёбично Поэтому, к сожалению, физические размеры этого монстра вынуждают меня поступать именно так И вторая причина этого пацанства в том, что Когда вы находитесь рядом с такой техникой Когда вы на ней едете Ваши шары, независимо от того, насколько вы скромный человек в обычной жизни Они раскатываются на какую-то невероятную величину И вы спокойно докапываетесь до всех прохожих Вы прямо смотрите в глаза Любым людям на любых девятках С любой величиной прямоточного углушителя И вы хорошо знаете, кто здесь босс Потому что все эти люди завидуют вам Потому что у них этого нет А ты едешь, и тебе всё пофиг Естественно, это несущая рама Которая намертво приварена мотором За пластиком здесь скрывается Никаких подушек не предусмотрено Поэтому действительно, когда вы едете Ощущение одно Что вам в жопу ставили бензопилу И, к сожалению, нажали ручку газа И цепь эта, она внутри вас начинает стремительно вращаться В общем, вибрации, конечно, максимальные Тормоза у нас дисковые Вообще, надо признать, что вся эта ботва Она предназначена для использования на треке Внутри помещения О чём даже есть соответствующие надписи на резине Not for highway use В общем-то, типа-типа гонятся И специальные такие гонки на оригинальных этих мотоциклах Там люди гоняются К сожалению, в данном случае у нас, конечно же, не оригинальная Honda Это угрёбая абсолютно китайская копия Поэтому она постоянно любит голову Всё ломается Вылетает трубочка бензопровода Ломаются тормоза Задний тормозной суппорт у меня просто откушен Вот он болтается уже на глушителе Потому что содержать это в каком-то нормальном техническом состоянии И пользоваться это часто реально невозможно Всё время что-то происходит Такой оригинальный мотоцикл Minimoto На сегодняшний день стоит около 40-50 тысяч рублей Это, конечно же, галимая фигня Была куплена лет 8 назад И куплена она была, по-моему, за пятёрочка Кстати, если кому надо, могу продать Дисковые тормоза механические Приводятся от ручки Естественно, вот Потому что передние ещё даже работают Видите, уникальный случай Естественно, ни о какой амортизационной вилке Говорить и не приходится Это просто тупо напрямую пущено железо Привод на заднее колесо осуществляется посредством этой цепочки Коробки передач, естественно, нет Это обычный вариатор, как газонокосилки Центробежного типа Раскручивается мотор Колодки расходятся к барабану На барабане звёздочка От звёздочки уже идёт цепь на большую звёздочку На колесо И поверху пущен там глушитель Который постоянно отваливается И своей вибрацией норовит прогрызть стеночку у бензобаки Что крайне неприятно Из органов управления имеется только ручка газа Кнопочка, которая эту фишку можно заглушить Две ручки тормоза В общем-то и кикстартер Всё, больше всего нет Две подножки, на которые поставить ногу Но есть ещё так называемый подсос На карбюраторе можно заслоночку открыть-закрыть Недостаток такой техники заключается в том Что вроде бы она и маленькая Вроде бы можно её хранить где-то на балконе Но вы сами понимаете Бензиновую технику где-то хранить практически нереально Потому что она воняет бензином Поэтому у меня она содержится в гаражике Ну или на дружесном складе Как мы видим регулировочный винт Благодаря которому заднее колесо может смещаться В продольные оси мотоцикла И тем самым натягивая на звёздочке Пресловутую цепь Как вы знаете Ситуация в мире обзоров Хуже с каждым днём И у меня опять для вас плохие новости Было самое дно интернета Летсплей Его серьёзно догоняют автообзоры Но нашёлся человек Тоже в очках Который смог совместить Летсплей и автообзоры В итоге получились Летс-драйвы Он реально снимает Летс-драйвы Более того В подтверждение своей неадекватности Он назвал канал Марс Авто При поддержке Жанны Агузаровой Все необходимые ссылочки на экране И в описании Я посмотрел Зрение село ещё больше Вы были предупреждены Также есть прикол Что у мотоцикла Очень маленький поворот Рулевого колеса Как вы видите Поэтому место для разворота Вам требуется Ровно столько же Сколько обычному автомобилю Даже при условии Что вы валитесь на бок Но честно говоря Под такой погодей Сильно валиться на бок Мне лень Поэтому просто страшно Что не хватит зацепа Потому что холодно Кругом песочек Как вы видите В общем поэтому Разворот действительно Получается довольно большой Основной прикол Этой техники Ни в её качестве Ни в её надёжности В ней ни в ходовых характеристиках Ни в технических Абсолютно никаких Прикол в том Что вы В сумме с ним На дороге города Являетесь Безусловным источником радости Для всех Кто вас видит Потому что Каждый человек Наблюдающий Вот эту вот Нелепую картину Вам навстречу Улыбается Ему прикольно И завидно А кто классный А я классный Но спешу заметить Данная байда Абсолютно не имеет Никакого практического применения Я на ней пытался Ездить по городу По каким-то своим делам На работу Но честно говоря Она воняет Поэтому Как и любая техника На самом деле То есть Стоя на улице Конечно От обычного мотоцикла Тоже вы не чувствуете Никаких запахов Но стоит его завести В гараж Или помещение Как вы поймете Что он источает запах Поэтому Пристёгивать его К витринам Чего-то Неудобно На самом деле Очень громкий На самом деле Чудовищные вибрации И устаёшь Очень сильно То есть Больше 15 минут К ряду На нём откатать Конечно Невозможно Поэтому К сожалению Это чисто Придурь Да Вот как мы видим Простейший В общем-то Двухтактный мотор Вот эту стоечку Уже Приколхоживал я Потому что Изначально В Китае Её не было придумано И мотор Как бы держался Вот на такой Вилке Только лишь одной И на ней Естественно Он не держался Ни черта Потому что Он постоянно ходил Цепь ослабевала В общем-то Слетала Ездить как-то Было нереально Ну Варили вроде Эту стоечку К сожалению Со второй стороны Её нужно уже Варить дугообразную Но такой в наличии Не было В общем Как-то так На скорую руку Скалхозили Но это не все проблемы В общем-то У глушителя Не было изначально Никакого кронштейна То есть Он просто Двумя маленькими Винтиками М6 Крепился к голове И вот Вся эта дуга Назад туда уходила Ничем больше Не закреплялась Это был полный бред Естественно Эти болтики Постоянно вырывало Всё это было Очень неприятно Как вы видите Поэтому здесь Накручена куча Герметика Кручев Куча всякой байды И всё равно Из-под глушака Немножечко сыт Это неприятно Вот этот сам вариатор Центробежный Простейший Абсолютно работает Кстати Довольно исправно За те три часа Что мотоцикл ездил Ещё ничего Случиться не успело Здесь же Как мы видим Это карбюратор Который в сам моторчик Ходит Карбюратор Такой тоже Будь здоров Конечно Вроде регулировочный винт есть Но вроде он постоянно То блин В этой кабере Не хватает бензина То слишком Ого много В общем Там поплавок Какой-то дурной Короче ребят Всё реально Через задницу Это нужно запомнить Но если вы хотите С другой стороны Оригинальный Минимото Блин Он стоит Тридцать Сорок тысяч А здесь вы можете За пять купить Пусть даже вы будете Офигевать Как я Но зато Вы сразу поймёте Нужно вам Это не нужно В общем Я понял Что как раз Пять Это и есть его цена Чисто поугарать На самом деле И в принципе И забить На ходу же Это всё звучит Как-то вот так То есть Сами понимаете Никто ничего Не понимает Всё что у вас есть Это Музыка Музыка Конечно Мы все понимаем Что получается Чистого имиджевого Видео Такое На эти Видео-понты Но В конце концов Что поделать Если у меня есть Такая техника А у вас нет С первым апреля Ребята Музыка 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 Музыка